Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя технический и фундаментальный анализ делимся своей точкой зрения, общим видением рынка с разных подходов к тому, что на финансовых рынках происходит. Друзья, все это делается для того, чтобы у вас была какая-то основа для принятия инвестиционных решений. Мы с Виталием стараемся дать вам эту информацию. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Это могут быть вопросы на общие темы рыночного характера, либо могут быть запросы по каким-то инструментам. С большим удовольствием обратим внимание на те активы, которые, может быть, выпадают из нашего поля зрения. Виталий, ну что, новая неделя. Мы продолжаем работать с фоном довольно непростым. Ковидная тема, она не оставляет рынок, не оставляет нас как инвесторов. Есть новости о вакцинах, но, правда, этот оптимизм кто-то разделяет, кто-то нет. И опять же, если мы проанализируем ситуацию с позицией разных активов, то в отношении фондового рынка США, может быть, новость о вакцинах – это хорошая база. Но скепсис, опять же, трейдеров касательно того, как будет осуществляться логистика, транспортировка, когда произойдет окончательный срок вакцинации, когда она будет доступна для широких слоев населения – это то, что как бы еще якорем остается для такого тотального позитива. Я отношусь все-таки к категории скептиков, именно поэтому продолжаю топить индекс доллара, ставить на то, что американская валюта будет снижаться и так далее. Давай тогда к нашим прошлым идеям и в целом к демонстрации экрана, тому, что интересно в моменте. Секундочку. Так, рабочий стол видно? Да. Так, отлично. Прежде всего, что хотелось бы отметить. Конечно же, сейчас первое, что мы локально видим, это поведение индекса доллара. То есть индекс американской валюты снижается. Есть два передевлажных сопротивления, точнее поддержки – это 92.11 и 91.70, и их нужно ломать. Хорошо то, что бакс, таймфрейм четырехчасовой. Мы видим то, что четырехчасовая свеча оформляется как раз в медвежьем тоне. И я очень рассчитываю, что сегодня-завтра мы как раз первую линию поддержки пробьем. Тот фон, который есть в моменте на рынке – это рост количества заболевших. Кстати говоря, статистика реально страшная. Вот мы видим, как увеличивается количество заболевших. Когда-то волосы дымом вставали от показателей. В 130 тысяч новых случаев США сейчас их уже 200 и больше. И пока что эта тенденция, на мой взгляд, сохранится. В прошлой неделе очень важно. Ну, смотрим так, согласен с тобой по доллару, что он смотрится вниз. По поводу заболевших, ну, нужно смотреть статистику по поводу умерших, да, конечно. А заболевших – это вирус, по-любому все будут болеть, скажем. И она будет увеличиваться еще, я думаю, и выше, и выше. А плюс сейчас у нас на носу, получается, Европа, Россия, ну, крупные страны Европы плюс США, Канада – это северные страны, это холодные страны, в которых будет зима и будет, скажем, все больше и больше заболевших и так далее. Поэтому эта статистика еще будет хуже. То есть цифры вот эти будут как американский госдолг, то есть все выше и выше. Поэтому это нормальная статистика, скажем. Так, ну, продолжим тогда. По поводу прошлой недели по статистике. Было еще два отчета – это роничные продажи и заявки на пособие по безработице. Оба релиза разочаровали. И эта статистика явное доказательство того, что в Штатах самое настоящее, и не будем говорить это слово из-за ковид и темы, обстановка будет только хуже. Соответственно, мое личное предположение, что к декабрю мы снова выйдем по заявкам на пособие по безработице еженедельным на показателе выше 850 тысяч. То есть в целом я уже сейчас могу точно сказать, что в Штатах без работы остается 25 миллионов человек. И не получилось быстрого восстановления, которое оптимисты, экономисты, оптимисты, вот так, ранее нам обещали под четвертый квартал 2020 года. Мы видим то, что ситуация, в принципе, ухудшается. И если речь дойдет до общенационального локдауна, например, при Байдене это вполне реально, то тогда 2021 год будет начать точно так же, как 2020 год. Отсюда вывод, как власти будут решать эту проблему. Я много раз уже говорил, что самое лучшее средство – это деньги. Поэтому верю в то, что американская валюта, ну, в данном случае индекс доллара, мы разбираем, будет слабее. В пятницу, кстати, обсуждали тему, что Минфин наехал на ФРС, якобы верните деньги на 600 миллиардов долларов. И сегодня я на своем брифинге рассказывал, что это не причина, за которую доллар нужно покупать. Напротив, это еще один триггер, из-за которого ФРС сейчас начнет полить эти средства быстрее, более высокими темпами, чем было раньше. Поэтому прежде чем мы дождемся решения от Конгресса по госпомощи, я думаю, что монетарная политика от ФРС станет еще более мягкой. И в этом мы будем черпать топливо, опять же, для того, чтобы проточить индекс доллара еще поглубже. Что касается, это как тенденция, вот Виталий, как наверняка ты заметил, по индексу доллара я обычно комментирую именно тенденцию, потому что допускаю, что многие трейдеры торгуют каким-нибудь специфическим рисковым активом. И чтобы дать им основу для принятия решения, просто такую блиц-оценку того, что происходит с долларом. Потому что если вы знаете, что происходит с долларом, вы, в принципе, можете покумекать дальше, как это отразится на динамике отдельного рискового инструмента. В прошлый раз была сделка на покупку европейской валюты. В целом мы находимся выше точек, с которых заходили. Сейчас котировки 1,1869. Я рекомендую, друзья, держать лонг, опять же, потому что идея слабости доллара, мне кажется, с открытия сегодняшнего дня, она набирает все больше и больше в поддержку. Очень много, опять же, сейчас в плане фундаментального фона за то, чтобы доллар становился слабее, я не вижу причин для того, чтобы евро сейчас развернулся и дал какую-то мощную коррекцию. Поэтому главный валютный риск – это только лишь лонг, держим позиции и цели прежние. Это отметка 1,1950 и 1,20. По Новой Зеландии также раньше была сделка, но мы до отложки так и не спустились. Тренд мощный, восходящий. Сегодня утром на азиатской сессии вышел блок данных по роничным продажам по Новой Зеландии. Кстати, секундочку у меня здесь. Цифры очень хорошие. Сейчас в моменте скажу. Так, один момент. Роничные продажи выросли в квартальном выражении больше, чем на 28%. 28%. Это круто. Это, мне кажется, явное доказательство того, что все-таки экономический прогресс и восстановление экономики в Австралии и Новой Зеландии пойдет быстрее, чем в тех же самых США. Я рекомендую все-таки присматриваться к покупкам новозеландского доллара. И в качестве сделки можно попробовать Болим с уровнем уже 0,6920. При этом стоп-лосс ставим на отметку 0,6870 и ждем пару выше отметки 0,70. То есть многомесячное сопротивление, но его пора уже пробивать. Тем более, что пользует идея фундаментальный фон, ожидание более быстрого экономического оздоровления и еще и слабый доллар. И сделка номер два. Это очень рискованная сделка. Я уже устал наблюдать за ростом нефти, потому что, ну что не фон, который появляется, то явная причина, из-за которой можно было бы нефтянку продавать. Ну а странно, что чем больше вот этого фундаментального негатива, тем больше поддержка для роста цен на нефть. Потому что сегодня мы видим бренд уже в районе 46 долларов за баррель. То есть трейдеры сейчас всецело полагаются на то, что пандемия отступит, экономика, скажем, восстановится и игнорирует все риски, которые имеют место быть для спроса. Может быть, все ждут следующего заседания ОПЕК, когда уже будет решаться вопрос продлевать или не продлевать соглашение по сокращению добычи. Напомню, что встреча в конце этого месяца, ну то есть до нее еще неделя. Я предлагаю все-таки держать руку на пульсе и понимать, что если ковидная тема придавит и этот рисковый инструмент, все-таки ковид, рост количества заболевших, замедление мировой экономики, падение спроса, ну нефть должна дать коррекцию, ну хоть какую-то. Поэтому сделка сегодня будет селстоп с уровня 44,50. Если срабатывает этот ордер, ждем уже бренд в районе 42 долларов за баррель, а в качестве стоп-лосса можно будет поставить ордер на отметку 45,10. То есть 60 центов против примерно 2 долларов, 2,5 долларов потенциальной прибыли. Сегодня следим за нефтью, за новозеландским долларом и за евро. Ну и, конечно же, тенденция по доллару, она общая. Слово тебе, Виталий. Так, видно рабочий график? Да. Так, всем приветствую. Так, давайте пройдемся по тем идеям, которые я давал на прошлой неделе. Это было изначально с понедельника, это покупка фунта. Достаточно неплохо вырос еще до среды, которую мы обсуждали. Я говорил, можно его дальше удерживать, перенести без убыток. Дальше, видимо, идет по нему рост. В принципе, пока никаких признаков на то, что будет какое-то снижение техническое, я не вижу. У него только рост. Если нарисуется какая-то обратная ситуация, я дальше буду комментировать. Аналогично была покупка в стрельского доллара. Рекомендации он тоже пока идет в рост. Это было с понедельник. И среда у нас, я советовал продавать евро-доллар. То есть вот мы здесь торговались. Говорил, все, что ниже отметки 1.18.90, можно продавать с целями среднесрочными 1.16. Пока мы до них не добили, сделали снижение всего около 70 пунктов приблизительно. 50-70, кто где смотрел запись. На текущий момент, что я могу сказать по евро и по рынку? Ситуация показывает на то, что пока евро-доллар, возможно, смотрится в лонг. Текущая картинка, аналогично как индекс доллара вниз, пока смотрится, что он будет пробивать вот этот минимум, который я это называл, идти к следующей цели. Аналогичный евро-доллар, по идее, должен пробивать 18.90, ну, отметку там 19.00 и улетать очень хорошо вверх к отметке 1.20. Это на текущий момент, что он показывает. Ситуация сменится по евро-доллару, я думаю, если сегодня мы закроемся красным баром, то есть медвежья одневка будет. В таком случае свои взгляды я буду менять по евро. Так, на текущий момент пока рост. Поэтому, ну, так как у тебя, в принципе, уже есть евро-доллар сигналы, я не буду дублировать. Продублирую с инструментом доллар-франк, шорт с текущих. Он очень похож на доллар-франк практически на индекс доллара. То есть шорт с текущих 0.91.05. Все, что ниже пока 0.91.20, можно рассматривать на шорт. Со стоп-лоссом за хай четверга, это в районе 0.91.50 можно поставить. И цели у нас, получается, где-то в район 0.90, возможно, и пониже. Ну, в принципе, такая неплохая цель, больше одной фигуры снижения. Аналогично по текущему инструменту ситуация будет меняться, если мы сегодня закроем дневку по бычьему. То есть, получается, если она закроется сегодня зеленая, то есть это там у кого будет свеча, у кого бары. Если она будет бычая, то мне кажется, что эту тенденцию будут ломать. Что по евро-доллару, что по индексу доллара, что по доллар-франку, они зеркальные инструменты, и если мы закроемся где-то в этом районе, то можно будет рассматривать покупки с хорошим ростом до отметки 0.92, аналогичный евро-доллар до отметки 17.50, 17.00 и 16.00. Я думаю, что мы будем вот так где-то расти. Еще есть один момент по новозеландскому доллару. Вот я заметил сегодня с утра то, что по данному активу пока технических картинка не показывает никакого снижения, только рост. Но есть один индикатор компьютерный – это дивергенция, которая показывает о возможном снижении. То есть это на часовом там фрейме сейчас есть дивергенция и есть на четырехчасовом там фрейме. На дневке нет. Поэтому здесь, возможно, в любой момент пойдет снижение. То есть это как, к слову, по активам, которые ты называл. Поэтому вот так как-то. А по нефти, пока она смотрится в лонг, я еще там на прошлой неделе какие-то варианты шартов рассматривал, но с той точки зрения, если ее будут выравнивать, так как у нее было поджатие очень сильное, ну, минимумы все выше и выше, это явно смотрелось на пробой. Если бы выровняли здесь ниже вот этого поджатия, то какие-то шарты можно было рассматривать по данному инструменту. А так, в принципе, нефть неплохо отработала вот те прогнозы, которые я давал еще в прошлом месяце, в октябре. Изначально я сосрединно говорил о шартах, мы отпадали, и дальше говорил, что это всего-навсего, возможно, коррекция. Где-то здесь стоит присматриваться к покупкам, к сильному росту. Поэтому вот такая картинка сейчас у меня по рынку. Пока снижение доллара и вот такие заметочки. Ну, еще можно, там кто спрашивал, еще были в комментариях по биткоину дальше. Напомню, я давал где-то две недели назад шорт, где-то на отметке 15500 со стоп-лоссом по 16.00, сработал стоп-лосс, это идея еще двухнедельной давности или больше. На текущий момент пока картинка показывает, что я не вижу шартов, только лэнги, то есть все выкупается. Ну, еще краткий комментарий по S&P 500. Нужно следить за уровнем 3582, то есть это, получается, пятничный хай, хай четверга. Если мы его будем удерживать, и, возможно, сегодня у нас понедельник, вторник будет какая-то медвежья дневка, возможно, здесь будут делать какую-то коррекцию по S&P 500, возможно, небольшую, возможно, даже сильную, где-то до минимумов, которые были у нас в сентябре и октябре, то есть на отметке там 3200. Спасибо тебе, Виталий, за такой развернутый комментарий по буквально всем сегментам пробежался ты финансового рынка, супер, благодарю тебя. Хорошей те недели, поскольку она только начинается, классных прибыльных сделок, соответственно, будем держать в курсе всех нашей торговой активности, следующий эфир уже в среду, ну и я надеюсь, что рынок станет, ну или, по крайней мере, останется таким же интересным, как и сейчас. Главное, чтобы все ходило. Плохо, когда рынок находится в каком-то узком канале, вот тогда он неинтересен. Но, судя по тому, что мы видим сейчас, тренды очень неплохо разворачиваются, это тренды именно интереса, спроса, повышенного такого ажиотажа в отношении риска. Возможно, эти тренды будут продолжены. Спасибо тебе, Виталий. Пока, удачи. Спасибо.